Что означает художник? Я думаю, что художник – это избранный человек, избранный Богом. Как часто мы восхваляем людей, ушедших от нас в иные миры, пишем стихи, ставим памятники и снимаем фильмы. И как редко мы думаем о близких нам друзьях, считая, что они будут с нами вечно. Но жизнь бежит, течет, стремится, превращая маленькую веточку в огромное ветвистое дерево. Вот и я, будучи учеником, другом Карена Самбатяна уже 35 лет, ничего о нем до сих пор не снял. Сложнее всего дается рисовать, писать и создавать фильмы о самых родных людях. Карена я не видел 7 лет, и вот сейчас, будучи в Ереване, я понял, что готов рассказать о нем, написать его портрет. А каким он получился – судить вам. Встреча наша состоялась в его мастерской. И я задал ему первый вопрос. Как ты думаешь, Карена, кто такой художник? Он солдат своего народа. Прежде всего он думает, он чувствует опасность, которую никто не чувствует, не знает. Он чувствует победный дух победы. В то время, когда мало кто этому не только чувствует, но и не верит этому. Это работает, он отдает свою жизнь. И что такое, в конце концов, живопись или музыка? Это самовыражение. Самовыражение по-философски. Художники – это не только даже, по-моему, не только философы, но и рыцари. Они готовы. Они готовы пойти на смерть. В 1870-е годы, когда пруссы, прусаки окружали Париж, никто из французов, никто такого организованности не проявляет для защиты. И в это время художники, художники-импрессионисты, оружие в руках, стояли в защиту своей родины, своей столицы. Карен Самбатян Родился Карен Самбатян в 1932 году в городе Ленинакане, нынешний Гюмри. Скоро их большая семья переехала в Ереван. После школы Карена призвали в армию. Служил он в Эстонии, на острове Дага. Там и начал всерьез заниматься живописью. За три года службы было много всяких историй, но одна ему запомнилась на всю жизнь. Как-то он очень захотел увидеть своего близкого друга, который вернулся из отпуска. Узнав, что он дежурит на наблюдательной вышке, Карен направился туда. Дело было вечером. Подниматься на вышку даже днем сложно. Постоянно сильный ветер. А вечером, когда темно, очень опасно. С трудом поднявшись на самый верх, он обнаружил, что люк, ведущий в помещение, закрыт. И вот подлазить из этого потолка в палубу – это очень опасно. Ужасно опасная вещь. Тем более вовремя этого ветра. Но, несмотря на это, я попытался, поднялся. И как только хотелось ногу поднять для того, чтобы туда еще немножко поместиться, чтобы найти себе опору, чтобы подняться на ноги, в это время я чувствовал, что вот-вот и упаду вниз. Обязательно упаду вниз. Мне этого не удастся. И в это время я, как будто по велению Иисуса Христоса, я вспомнил свою мать, своего отца, своих братьев, своих сестер, своих всех самых близких людей. Почему-то. Странно просто. Я об этом даже и не думаю. И что-то, кто-то меня заставил вернуться обратно. Постепенно, тихо, спокойно. Это был первым уроком для меня. А до этого я был горячим таким комсомольцем. После окончания художественного училища в Ереване Карен уехал в Ленинград поступать в Академию художеств. И вот однажды, перед вступительными экзаменами, в коридоре Академии его подозвал солидный мужчина. Он, как это, свойственно, ленинградцам представился. Говорит, я преподаватель, один из преподавателей Академии, Васильев. И поскольку я замечаю, что вы приехали что-то поступить. Я говорю, да. Откуда вы приехали? Я говорю, из Армении. Я говорю, из Армении. До этого он из Армении слова произнес как бы иначе, как бы по-особому. Он спросил, у вас есть с собой работа? Я говорю, да. Ну, пожалуйста, будьте добры, показать мне работу. Я говорю, пожалуйста. У меня в газете были, уложили такие этюды маленькие, которые я сделал на острове Дагу во время службы. Вот. Он взял, посмотрел одно за другим, одно за другим. Только хмурым таким взглядом, который мне просто странно было. Почему именно хмурым? Так. А потом вдруг он улыбнулся и говорит, а работы есть у вас, которые до этого, что сюда приехали, как только закончили училище, вот классные работы? Я говорю, нет. Почему не взяли с собой? Я говорю, знаете, товарищ Васильев, они мне очень не понравились. Они не нравились мне, просто мне стыдно показать. Говорит, ну что ж, сынок, сын мой, вы уже художник, вам нечего учиться здесь асма. И к тому же асма, вы из родины Сарьяна, вот Сарьян, к примеру, говорит, разве он учился в академии? Я говорю, нет. Он учился только в Москве, в Стругановском училище. Все. И он стал один из самых великих художников современности. Причем академия. И это как было мне по сердцу, как было приятно мне слушать, потому что я не люблю учиться. Учиться терпеть не могу. Так что, я говорю, а что я буду делать? Ничего не делать. Вам нужно только работать, работать и работать. Так я могу уже уехать домой? Я говорю, конечно, вы можете уехать домой. Боже мой, какая радость, какая радость. Я с такой радостью прилетел прямо домой. А потом отец спрашивает, ну что, поступил, что ты так рад? Я говорю, нет. Как? Не поступил так рад? Я говорю, да. Потому что профессор Васильевна мне говорит, что ты должен, ты уже художник, ты должен работать, работать и работать. И вот я стал работать, работать и работать. Поехали. Их тебе все не легче. Подпиах да? Станинvie predictуйтесь, как правregатая картачка. Карен, скажи, что нужно художнику, чтобы ощущать себя счастливо? Дело в том, что бедным художникам, кто бы он ни был, поэт, музыкант или художник, очень мало для того, чтобы он радовался, очень даже незаметно, и он может радоваться бесконечно. Потому и не художники считают, что художники – это ненормальные люди. Но это не так. Потому что художники намного и намного раз чувствительнее, потом они как бы время чувствуют намного лучше, основательно, чем, допустим, простые люди, которые не художники. Вот сегодня, допустим, вот этот портрет, женский портрет, после того, когда я заканчивал, это в 1991 году, как плохую работу отбросил в сторону и больше никогда не посмотрел на эту работу. И вот сегодня я так смотрю, смотрю, удивляюсь, что я говорю, это неужели-то я сделал? И, как ни странно, ужасно мне нравится этот портрет. Очень нравится этот портрет. Я говорю, вот как нужно было писать. И как нужно сейчас писать. Кто судят для художников? Кто может окончательно определить качество его работы? Видимо, я сам. Я. Потому что, как говорится, в своем веку я уничтожил более 300 картин. 300 картин. Я просто уничтожил. Между тем, были картины, которые очень понравились Маркирузу Саряну, когда я им показывал. Несколько лет назад вышла в свет книга Карена Самбатяна «Отрывки из дневника». На презентации книги, которая состоялась в Академии наук Армении, было сказано много лестных слов о достоинствах книги и писательском таланте художника. Когда слово дали мне в конце, чтобы я благодарил, я говорю, друзья мои, из меня не сделайте писателем. Ради Бога. Я не писатель. Я всего-навсего скромный художник. Художник. Карен, скажи, ощущаешь ли ты старость? И что значит старый человек? Я в своем дневнике несколько раз заметил, что старость – это победа жизни. Чем старее человек, тем побежденнее его становится. Я в этом даже не сомневаюсь. Более того, когда я вспоминаю дневник Пикассо, когда он писал, когда ему было около 60 лет, 60 лет около, он говорит, боже мой, как странно говорит, чем больше взрослеем, тем лучше пишем, тем лучше думаем. Понимаете, что это говорит художник? То же самое я чувствую. Карен, что ты думаешь о званиях? Нужны ли они художнику? У меня уже солидный возраст, 76 лет. Вот жена говорит, сыновья говорят, что все-таки папа. Такой солидный, преклонный возраст у тебя, но нет никакого звания. Я говорю, при чем тут звание? О чем вы говорите? Звание – Божий дар. Больше ничего. Усталимая… Божий дар. Божий. Сaca. Усталимая. Субтитры создавал DimaTorzok